Привет ребят, с вами Трент Ресурс Мегаобзор.ком Я рад вас снова видеть И сегодня в этот морозный и приятный день Мы выбрались на улицу Для того, чтобы рассказать вам о двух моноподах О компании Artplay В моё распоряжение они попали в конце прошлого года И я хочу рассказать об опыте их эксплуатации К чему я выбрал сразу две модели Они на самом деле очень похожи Но они отличаются принципом спуска затвора На вашем смартфоне Один работает по Bluetooth Второй подключается с помощью кабеля Один стоит 590 Второй 990 рублей Давайте посмотрим, что же здесь такого интересного Поставляются они в компактной упаковке Здесь есть прозрачное окошко Можно предварительно оценить внешний вид И производитель, кстати, отдельно заявляет Что здесь используется флюоресцентная краска Ну, такая дополнительная фишка Но единственное, что, наверное, упаковка После использования, конечно, пойдёт в живутиль Комплектация у этих устройств схожая Но модель, которая идёт с Bluetooth Имеет ещё и в комплекте кабели Для того, чтобы заряжать этот монопод В конечном виде они очень одинаковые То есть, если их поставить рядом, я думаю, вы даже не отличите Где какой у нас монопод В собранном состоянии вот эта часть Идёт в районе 18 сантиметров Максимально она раскрывается до 90 В конструкции используется металл Я думаю, что достаточно надёжная конструкция Выдерживает хороший вес Ну, давайте второй сразу монопод Такие вот у меня дуалы в руках То есть, можно снимать себя сразу с двух камер Вот так вот По внешнему виду, как я говорил, отличий нет Но они есть в деталях А детали заключаются в следующем На моноподе, который подешевле Вместо для спуска затвора Используется аудиокабель Это стандартный разъём Думаю, проблем с вместимостью не будет Но единственное, что, возможно, будут проблемы с вашим программным обеспечением В этой же версии снизу находится microUSB Ну и, собственно, кнопка для того, чтобы спускать затвор Подключаясь вы к этому моноподу по Bluetooth Опять тоже, я думаю, что проблем не будет Сейчас сложно найти телефон без Bluetooth Ну, единственное, что приходится его заряжать То есть, заряжаете телефон, заряжаете монопод Хотя зарядки здесь хватает очень-очень надолго Вот я где-то его получил, ну, в конце декабря И до сих пор заряжал только один раз, когда получил А не хватает его и на текущий момент Из особенностей хочу отметить, что здесь можно установить телефон Шириной 9 сантиметров Эта часть у него отгибается Но следующая деталь, которая мне вот в этом моноподе не очень понравилась Мне понравилось то, что вот эта часть, голова этого монопода Крепёрный механизм, он несъёмный И внутри нет традиционного крепления Винтового или того крепления, которое позволяет зафиксировать, например, корпус экшн-камера То есть, вот эти арт-плей моноподы только для смартфона Сюда экшн-камеру вы установить не сможете Ну, давайте попробуем поставить Сейчас холм, я поставлю здесь на аудиокабеле Фиксация лёгкая Внутри вход-механизм есть у нас резиновая Оттягиваем Фиксируем на экран То есть, вот у меня телефон достаточно тяжёлый Это OnePlus 2 Ставим сюда затор И будет у нас затор работать Ставься, аудиокабель Подключаем Так, и нам нужно сместить Чтобы не перекрывал кнопку включить То есть, ещё одна особенность, которая здесь Всё чётко фотографируется, срабатывает отлично Нареканий по работе этого монопода нет Цена очень даже приемлемая Я думаю, что с текущим курсом доллара Не сильно будет дешевле, если покупать этот монопод В тех же китайских интернет-магазинах Напомню, у нас было два, две селфи-палки от Artplay Мне они очень понравились Единственные нарекания, как я говорил Невозможность использовать здесь эшн-камеры С удовольствием обслужу эти селфи-палки С вами в комментариях, ребят Подписывайтесь на наш канал Ставьте лайки Всем спасибо и пока-пока